Уже с раннего утра в стенах лёгкоатлетического манежа «Спартак» юноши и девушки из 14 регионов Приворского федерального округа соревнуются за призовые места в беге, прыжках, длину и высоту. Борьба проходит среди двух возрастных категорий до 18 и до 20 лет. Получить право проведения соревнований по другому уровню – это нужно в большое соответствие. Как самого места проведения, наличие судейского корпуса, высокой квалификации, размещение спортсменов должно быть определённого уровня. Поэтому на протяжении ряда лет мы проводили всероссийские соревнования, и Всероссийская федерация видела, на каком высоком организационном уровне мы их проводили. Высокий профессионализм, с которым Ульяновская областная федерация лёгкой атлетики подходит к делу, помог заслужить право провести первенство ПФО второй год подряд. Сам интерес к этому виду спорта развивался в нашем регионе не одно десятилетие. Впервые легкоатлетические состязания прошли в Симпирске больше века назад, в 1914 году. Первые секции появились чуть позже, в 1920-м, а уже в 1945 году в области открылась детская и юношеская спортивная школа, в которой главный упор делался именно на спортивную гимнастику и лёгкой атлетики. За звание лучшего состязались более 500 участников. В команде поддержки – тренеры, готовившие юных спортсменов по высшему разряду. К сожалению, сейчас обстановка неблагоприятная, неблагополучная. Многие манежи у нас не функционируют, не работают. Очень сложно было проводить подготовку спортсменов, но тем не менее мы это сделали. Надежда, конечно, всегда на победу. В первый соревновательный день сильнейших определяли в беге на 60, 400 и 3000 метров. Толканье ядра, прыжках в длину и высоту. Мы готовились хорошо, всё создаёт точно отлично, всё идёт пока что как надо. На пути к заветной финишной черте случаются и ошибки, но каждый атлет выложился на полную. Стар немножко проиграл, потом уже накатил. В целом нормально всё. В соревновательной программе также спринтерские дистанции от 200 метров, 5-километровой скандинавской ходьбой, эстафетой многоборья, победителем кубки и дипломы Министерства физической культуры и спорта Ульяновской области, а главное – возможность выступить в командах на первенстве России по лёгкой атлетике в Тольятти и Смоленске. Александр Злобин, Юрий Давыдов, репортер 73.